Детские шалости Детские шалости Погулял от души за чужой счет 49-летний краснодарец попросил у знакомой в долг денег на продукты Наличных не было, женщина дала ему карту с условием потратить не более 10 тысяч Затем потерпевшие стали приходить СМС о списании денег Мужчина активно закупался в различных магазинах В итоге потратил не 10, а 110 тысяч Во время шопинга он перестал выходить на связь Женщина обратилась в полицию Увлекшегося покупателя поймали Теперь ранее судимый краснодарец может снова сесть лет на 6 Велосипед не конь, но увезти его можно В многоэтажке Нарепина 20 украли велосипед Однако вор оказался не из самых опытных Камеру в подъезде он повредил Но не подумал, что она уже запечатлела его лицо Да и про видеонаблюдение на улице, видимо, не знал Металлическую цепь перекусил прихваченным на дело специальным инструментом Заявление в полиции уже лежит Благодаря видеозаписи найти вора будет проще А если сумма ущерба превысит 2,5 тысячи рублей Это от 2 до 10 лет тюрьмы А о других происшествиях с транспортом Вы узнаете из постоянной рубрики «Дорожные ситуации» Зачем соблюдать скоростной режим? Чтобы было время притормозить На случай, если впереди идущий автомобиль захочет остановиться Большому автомобилю больше места Словно белый тюлень, внедорожник попытался выехать с парковки Но уехал недалеко Уважение друг к другу – вот залог комфортной езды Пытаясь проскочить, водитель белого авто поспешил и ударил красную иномарку Авария затруднила проезд другим К тому же белая «Ауди» неправильной парковкой создает препятствие И если легковушки проехать смогли, для троллейбуса это проблема Медленно и верно догоняем впереди идущего На удивление невнимательным оказался мужчина, а не женщина Обращаясь в банк, будьте внимательны и не спешите ставить на документах автограф Не все сотрудники работают добросовестно Некоторые пользуются неграмотностью клиентов И последние в итоге переплачивают и порой прилично Хотя на деле все выглядит абсолютно законно При этом в ситуации не всегда виноват банк Часто это инициатива самих сотрудников Только за первую половину этого года С жалобами на такие действия обратились почти 50 кубанцев Иногда встречаются такие недобросовестные практики Когда человек приходит, например, в банк за получением кредита Например, ипотеки И когда он уходит, он уже уходит не только с договором ипотеки Но еще с договорами страхования Например, страхования жизни, страхования рисков и так далее Такая недобросовестная практика, при которой информация о продукте Намеренно искажается, называется мисселингом Чтобы сократить число таких случаев Банк России предлагает внедрить ключевые информационные документы Сокращенно КИТ Каждый из таких документов будет своего рода паспортом финансового продукта В котором комплексно расписаны все важные характеристики Самое главное условие, что КИТ должен быть очень простым и понятным любому потребителю, любому человеку Там будет изложено совершенно простым, доступным каждому человеку языком Все основные термины и параметры финансового продукта Должны быть исключены сложные финансовые и юридические термины Должен быть исключен мелкий шрифт И, конечно, все данные, которые будут в этом ключевом информационном документе Они должны быть актуальны на ту дату, в которую человек знакомится Разные финансовые организации по час предлагают потребителям идентичные продукты и услуги Или со схожими характеристиками Поэтому очень важно, чтобы КИТ носил унифицированный характер Так потребителю будет легче сравнить одинаковые предложения разных организаций И сделать осознанный выбор На сегодня это все Будьте осторожны А если заметите что-то чрезвычайное, обязательно сообщите нам Субтитры создавал DimaTorzok